Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отмечу, что Уфимский трамвайно-троллейбусный завод предприятия Беларуси Редактор субтитров А.Кулакова В прошлом году то с белорусскими компаниями были подписаны договоры на 700 миллионов рублей. Сейчас мы производим троллейбусы с обычным, с увеличенным автономным ходом, более 20 километров. В данный момент идет производство машин для города Ковров по выигранному контракту. И Раджи Фаридович правильно отметил, что наше сотрудничество с 2019 года развивается с Минским автозаводом в Республике Беларусь. Развивается очень успешно. В прошлом году было сделано для различных городов и субъектов Российской Федерации около 100 единиц. В этом году планы у нас увеличить порядка 150. По итогам прошлого года товарооборот между Башкортостаном и Белоруссией составил 295 миллионов долларов. В ближайшее время этот показатель планируется довести до полумиллиарда. Власти Башкортостана рассчитывают нарастить экспорт продукции глубокой переработки нефти и газа, соды, высокотехнологичных станков, комплектующих для предприятий автопрома. Правительство Башкортостана направит из бюджета 6 миллионов рублей на защиту информационной инфраструктуры региона от хакерских атак. Сейчас Минцифра Республики ведет поиск подрядчика. Заявки принимаются до 23 июня. Итоги торгов подведут 27 числа. Исполнителю контракта необходимо будет отслеживать активность и появление угроз. Для этого все сайты и базы данных министерств, ведомств и организаций подключат к системе ГОССОПКО. Она помогает не только собирать информацию о уязвимостях и взломах, но и дает рекомендации по мерам безопасности. По словам участников рынка, IT-услуг, информационная безопасность на сегодняшний день крайне необходима. Если мы подумаем сейчас о рисках, взломать любую систему можно, остановить можно. Если представить себе атаку на регионы, а это возможно, и эта атака будет успешная, информационная, то она приведет к полному коллапсу работы всех государственных структур. А выглядит эту несобственно больше. Я считаю, что серьезное вложение финансов в эту сторону крайне обдуманный шаг и целесообразный. Напомню, в конце февраля международная хакерская группа «Анонимус» пригрозила российским властям взломами официальных сайтов и раскрытием секретных документов. С того момента страницы региональных министерств и правительств не раз подвергались ТДОС-атакам. Депутаты Госсобрания Республики поддержали инициативу о выдаче детям-сиротам жилищных сертификатов. Поправки в законы о гарантиях соцподдержки этой категории льготников будут приняты на ближайшем пленарном заседании. Законодательную инициативу ранее выдвинула прокуратура Республики. По статистике, ежегодно жильем обеспечивается только 18% нуждающихся. На данный момент неисполненными остаются 800 судебных решений, обязывающих муниципалитета предоставить жилплощадь сиротам. Причинами чаще всего являются недостаточное финансирование и сложности с приобретением готовых квартир из-за экономической ситуации. Актуален также вопрос по качеству жилья. В прошлом году прокуратура выявила 93 факта, когда сиротам предоставили дома и квартиры, не соответствующие техническим нормам и санитарным правилам. В свою очередь, жилищный сертификат позволит им выбрать жилье в любом городе или районе, добавить к выплате собственные средства, мат-капитал и купить жилье в большей площади. Отмечу, что на начало февраля в Башкортостане на учете состояли 7620 детей-сирот. Из них 934 уже достигли возраста 23 лет. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.